Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Михаил Семенович Козинник. Каждый приезд в наш город, этого музыканта, искусствоведа и просветителя, большое культурное событие. С Челябинском маэстро связывает также образовательный проект, который он реализует в стенах частной школы. Именно в ней мы встретились на его лекции для родителей. Я все время задаю вопрос родителям, вы хотите отпустить детей в школу, которая тюрьма, в школу, которая армия или в школу, которая театр? Четвертого нет. Родители моментально отметают и тюрьму, и даже армию. Они хотят в школу театр. А это значит, что когда мы приходим в знаменитые спектакли Тюза, то мы ведь не только наслаждаемся или вдохновляемся, мы познаем. Мы познаем добро и зло. Даже самая простая передача «Елка новогодняя» это не что иное, как борьба со злом. Там Баба Яга хочет, чтобы елочка не зажглась. С ней вместе в команде «Волк». И вот побеждают маленькие зайчики, побеждают нежная Снегурочка, старенький Дед Мороз, побеждают эту свору могучих злых колдунов. И это тоже о добре и зле. Понимаете, поэтому я хотел бы, чтобы школа выстроилась так, как познание, но театральное, в синергии, во взаимодействии учителей, в том, что нет ни одного явления, которое не связано с другим и с другими, чтобы у детей не было клипового, разорванного сознания. Сидение за партой в течение нескольких часов много лет – это преступление против костной системы, против позвоночника. Второе – как можно было предположить, что люди слушают нудотную, дикую, монотонную речь учителя и должны сидеть вот так и есть глазами начальства. Естественно, речь должна быть другая, она должна быть яркой, она должна быть улыбчивой, она должна прерваться шутками. Поэтому другая школа, другое мышление. Благодаря его знаменитым трактовкам музыкальных и литературных произведений, многие не только открыли для себя мировые шедевры, но и даже потеряли страх перед высоким искусством. А по мнению Михаила Казинника, это невероятно важно для каждого человека. Кульминация пришлась на доминаменту, которую называют музыканты, или пятую ступень гаммы. Таким образом, вся музыка – это сплошные входы в золотые сечения. Что я в этом сказал не раз и громко, и это достаточно много опубликовано. Музыка великая – это музыка свободных людей. Рабы ее не слышат. А для того, чтобы человек воспринимал музыку, нужно не учить его чисто музыкальным вопросам, а нужно освободить его сознание. И освобожденное сознание воспринимает музыку, которая столетиями принадлежала избранным. Она никогда не была песнюльками и танцульками простонародья. Она всегда была музыкой высокого вкуса и голубой крови. Но сегодня, когда кровь уже непонятна у кого какого цвета, то голубая кровь для меня – это не сословная кровь. Это голубая кровь человека, который постиг тайны высших сфер великого искусства, который живет и здесь, и сейчас, и в будущем, и в прошлом, и понимает, что время течет безгранично, бесконечно во все стороны. Но, в принципе, для нас, живущих на земле, от начала жизни к ее окончании, земной жизни. И за это время нужно очень многое полюбить, понять самого подлинного. Говоря о музыке, Михаил Козинник может упоминать и полярные этой теме предметы. А потому есть интерес спросить о политике. Вы знаете, вот так прямо в политику я стараюсь, по крайней мере, не лезть. Пусть люди сами решают. Это их вопрос. Мне приходится открывать людям глаза на музыку, на искусство, человечество и понимать, что все страны внесли в копилку культуры свои артефакты, свой дух, свои мелодии, свои красоты. Поэтому нельзя человеку искусства или человеку близкого к искусству не любить тот мир, который подарил все это замечательное. Вот и все. На этом уровне, да, я влезаю в политику, но не дальше. Конечно, не все вопросы, на которые хотелось получить ответы, были заданы, как часто бывает с людьми такого масштаба. Ну а тем, для кого имя Михаила Козинника до сих пор оставалось неизвестным, интернет обладает большим архивом его выступлений, познакомиться с которыми будет не только полезно, но и невероятно увлекательно. Модельный бизнес за последние годы расширил свои границы. Сегодня представлять одежду, аксессуары, косметический бренд приглашают не только специально обученных девушек, но и известных артистов, блогеров и прочих заметных личностей. Очередная фотосессия в студии «Третий блок» тому подтверждение. Подиумный макияж зачастую не вписывается в рамки повседневности и адаптируется, становясь более сдержанным и понятным. В этом проекте решили пойти чуть дальше и показать все тренды без купюр. К тому родился такой проект, он верстался буквально на коленках, то есть мы обзвонили, и так первые, кто пришел в голову, допустим, телевидение, да, вот мы видим лица на телевидении, видим каких-то спортивных мероприятий, видим организаторов этих мероприятий. Я им всем позвонил, сказал, что будет классная, веселая команда, приходите, будут классные визажисты, мы вам сделаем какие-то яркие, интересные, модные вещи. Техзадания я сперва придумал, то есть я всем изначально там в коммуникаторах рассылал прямо четко, что это у нас тренды, которые девушки могут мерить на себя, то есть это какой-то жизненный макияж, не нужно, допустим, каких-то, наверное, чересчур фэшн-образов. Но потом, когда я увидел вот этих всех людей, потому что каждый визажист – это творец в своем роде, то есть это художник, я просто понимал, что рамки вот эти, они для них абсолютно не нужны. Я говорю, ребят, давайте, я вас верю. И действительно, мы сегодня увидели на лицах девчонок яркие краски, какие-то творчества, просто супер. Самой дерзкой и креативной оказалась работа визажиста Анатолия Туманова, смысл которой представила и отобразила стилист Саша Гаврилова. Для меня это странно, потому что я вообще очень давно уже стала все проще, проще, то есть у меня все очень просто. А в данном случае мы так взяли и все усложнили, что я говорю, мне очень любопытно, как это получится. Да, все очень индивидуально, конкретно под человеком и под одеждой. Образ родился за один вечер, это лейтмотив золотой реки, девушка моет руки в золотой реке. Визажисты раскрывали новые грани внешности моделей, которые, в свою очередь, брали на вооружение смелые идеи. Меньше использовать хайлайтер, меньше использовать румяна, убираем скульпторы жесткие, то есть сейчас больше на натуральность тенденция идет, и губки делаем более глянцевые. Сейчас популярно становится опять цветная тушь, причем либо на нижних ресничках, либо на верхних. Делала тот неожиданный образ, который меня лично очень вдохновляет, и мне очень нравятся такие изменения. Они всегда позитивные, они всегда неожиданные, и дают какое-то новое вдохновение, действительно в какую-то свежую струю. Тренды макияжа от Пайзе дополнили наряды от бутика номер один, а запечатлила фэшн-луки и смелые образы фотограф Маруся Махмутова. Макияжа от Пайзе. Макияжа от Пайзе. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют фестиваль «Платье города» в новом формате. Мода с оркестром. Впервые в истории показы коллекции будут проходить под музыку оркестра «Классика» под руководством Адика Абдурахманова. 22 марта. Изумрудный зал отеля «Малахит». Билеты в кассах города. Подробности на сайте светлана74.ру. Сегодня очень важно не только все успевать, но при этом выглядеть как минимум привлекательно. Над этим работают специалисты индустрии красоты, которые готовы не только предложить свои услуги, но и научить клиентов самим справляться со своей внешностью. Так на мастер-классе профессиональных укладок для обывателей побывала наша съемочная группа. Каждой девушке знакома такая ситуация, когда тратишь кучу времени на ежедневную укладку, но не проходит и пяти минут, как от объема ничего не остается. Эту проблему вызвались решить специалисты студии «Парикмахеров-74». Конечно, это наша цель. На самом деле, может быть, это можно назвать миссией. Мы хотим научить девчонок укладываться самостоятельно дома. Хотя бы одна девушка, сидя в кресле «Парикмахера» и видя, какие красивые получаются результаты у этого профессионала, задавалась вопросом, как бы было бы круто, если бы ты каждый день не делала такую укладку, потому что сама я в любом случае не смогу. Обучение укладкам проходит индивидуально, с учетом особенностей формы стрижки, структуры волоса и персональных предпочтений. Важно разобрать не только последние тенденции, но и основные ошибки. Мы подбираем укладку индивидуально. Как ее сделать именно себе, именно на свои волосы, именно под свой образ. Мало людей не знают, как держать вообще правильно термоинструмент в руках. Кто-то его вообще держит впервые. Мы сегодня обсуждали домашние уходы, мы сегодня обсуждали стайлинги. Можно мыть голову два раза, и будет укладка держаться много лучше, нежели если помыть голову один раз. Ну и, естественно, свежесть и чистота волос продлится намного дольше. Ритм жизни такой, что нет времени долго дома спать на бегудях и так далее. Хочется быть красивой быстро, всегда, ежедневно. Выглядеть хорошо не только по праздникам и не зависеть от салона красоты – сверхзадача каждой современной девушки. Именно поэтому такие курсы – настоящая находка. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь красивой. О монументальном искусстве и оптическом бизнесе в продолжении выпуска. Эта история чудесна по двум причинам. Во-первых, не каждый день при ремонте объекта коммерческой недвижимости обнаруживается произведение искусства. А во-вторых, в наше суровое время далеко не всегда встречаются неравнодушные люди. С графита, именно так определили жанр этой работы специалисты, было найдено в доме 67-го года постройки в Ленинском районе при основании нового салона сети «Оптик-центр». Когда нам передавали помещение, мы зашли в один из кабинетов и как раз строители снимали покрытие настенное. И перед нами открылась такая чудная картина. Мы задумались, что с ней делать. Обычно наши кабинеты это чистые белые стены, но, конечно, рука не поднялась убрать это покрытие, эти фрески со стен. Мы вызвали реставраторов, они посчитали, но мы, даже не задумываясь, конечно, решили восстановить эту красоту. У нас даже был риск заезжать открытие, но все успели вовремя и вот очень красиво получилось. Пока неизвестно, кто автор панно и чему оно служило украшением. Но эксперты находят, что это с графита выполнено по всем канонам, с необходимыми перспективами и объемами. Графита – это от двух до трех, четырех слоев штукатурки, которая, каждый из них будет разного цвета. Наносится рисунок и вырезается по рисунку следующий слой для того, чтобы цвет этот вынести вперед. Рисунок был задан в виде музыкальных аллегорий. Это монументальное изобразительное искусство. К нему относятся мозаика, фреска, графиту, витражи, барельефы, рельефы. Но эта техника достаточно редкая. Она редкая, в принципе, для нас-то она появляется только в начале 20-го. Но корни ее все лежат во фресковой живописи. Они большие молодцы, что они это сохранили, что они это реставрировали. И я думаю, что эта изюминка такая, знаешь, очень привлекательная. Нам очень интересна история, и вообще история возникновения этого панно. Может быть, кто это участвовал в создании этого, какая идея. И как раз мы обращаемся к жителям близлежащих домов. И в знак признательности мы отметим какими-то подарками тех людей, которые расскажут нам интересные истории об этом панно. Возможно, еще каких-то 20 лет назад этот артефакт не вызвал бы такого ажиотажа и был бы безжалостно уничтожен. Но сегодня отношение к старине меняется, и подобные находки не только сохраняют, но и умело вписывают их в современность. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда-то ткани с рисунками разделяли на растительные, животные, графические, сюжетные и комбинированные. В современной моде экспериментов на эту тему столько, что дизайнеры не успевают давать им определения. Оптические эффекты создаются за счет последовательного повторения изображаемого объекта. Таким образом, этот принт одновременно является и сюжетным, и графическим. Отдельные элементы при определенном повторении могут складываться в абстракции. Таким образом, блуза или платье по-разному воспринимается издалека и при ближайшем рассмотрении. Традиционная полоска требует контрастного соседства. Три и более цветов в комплекте – это признак сегодняшней моды. Классические восточные орнаменты не выглядят слишком поэтнически, если представлены с однотонными предметами. Строгие и с юмором, простые и сложные, принтов существует столько, сколько характеров и эмоций. Ну, словом, все как в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и зоне Кривой 30. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина 65. Если нужно, поможем с парковкой. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Но-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime. Нижнее подчеркивание ТВ. На этом выпуск завершен. До встречи.